Меня зовут Рональд Рейган. В прошлом году пожертвования 16 миллионов американцев позволили открыть крестовый поход за свободу, который позволяет разносить программу «Звон свободы» в страны Восточной Европы, где доминирует коммунизм. Нам удалось поставить передатчик, который вещает из западного Берлина. Эта станция передает за железный занавес всю правду. Это звездный час Рональда Рейгана. Напористый молодой актер из простой семьи, из провинциального городка Валеносия, пробивается в Голливуд, который не оценит Рейгана-артиста. Лос-Анджелес оценит Рейгана-пропагандиста. Каким он предстает в этом ролике, что повторяют перед сеансами в кино и часто на молодом телевидении. Актер восхваляет радио, вещающее за железный занавес, якобы на пожертвования простых американцев. Историки возразят позже. Это радио, проект ЦРУ. Его идея вести телевизионное шоу производила впечатление, потому что он выглядел гораздо более умным, чем был на самом деле. Более уверенным, более обаятельным. Это привело к тому, что его пригласили выступить на политической конференции в поддержку кандидата на пост президента. Это потом. Рейган – выходец из бедной семьи. Отец Джек – продавец обуви. Скажет, когда он появляется на свет 6 февраля 1911 года. Вылитый толстячок-голландец. Но, как знать, может когда-нибудь из него вырастет президент. Нет. Отец Рейгана – алкоголик. Это ставит отпечаток на всю жизнь сына. Он изредка позволяет себе спиртное. Рональд растет в провинциальном городке штата Иллинойс. Тампико. С мечтой – работать на радио. Как он сам тогда говорит, хоть дворником. В 1932-м он – спортивный комментатор на местном радио в Айове. А через 5 лет он поедет в Голливуд на свои первые кинопробы. Что не роль на экране, то Рейган – хороший парень. Ковбой, офицер, детектив, доктор, рассказывает Марк Эллиот, автор биографии Рональда Рейгана в Голливуде. Младому актеру нравится делить всех героев на плохих и хороших. И он, Рейган, в кадре исключительно положительный персонаж. Но в таком качестве не очень востребованный. Его карьера в кино – это 54 художественных фильма, но их никак не отнести к категории А. То малобюджетные ленты для второго экрана, за которых не дают Оскара. Рейган понимает, что ему не стать актером крупного калибра, и он заходит на голливудскую кухню через другую дверь. Он становится голосом актерской гильзии, начинает охоту на коммунистов межголливудских холмов и очень скоро понимает, что за кадром он добьется большего. Вне экрана Рейган определяет роль гильдии киноактеров. Она должна стать препятствием на пути осуществления зловещих планов международного коммунизма по захвату Голливуда. Кстати, Рейгана подозревают в сотрудничестве с ФБР, пока он возглавляет гильдию. Одно единственное выступление превратит Рейгана в политика. Рейч в поддержку кандидатуры Голду Уотера на пост президента США 27 октября 1964 года. Эта речь впустила его в совсем другое измерение внутри Соединенных Штатов. Через полтора года его попросили участвовать в выборах губернатора штата Калифорния. Я замечу, без всякого политического опыта. В 1966-м Рональд Рейган становится единым кандидатом от Республиканской партии на пост губернатора Калифорнии. Этот штат твердыня демократов. Он ипотажен, откровенен и, похоже, поэтому побеждает. Он понял, актерство это не настоящий мир, выдуманный. Вот политика это реально. Он понял это по реакции аудитории. Этот шаг ему подсказал, что его талант, который было невозможно реализовать на экране так, как он хотел, можно применить в жизни. Актерские годы Рейгана охотно будут вспоминать его будущие политические противники, например, пересматривая неудачные дубли комедии. Акцион! В фильме «Бонзо, пора спать» Рейган играет в паре с обезьянкой. Это неплохая лента. Многие в Голливуде тогда работали с животными. Шимпанзе, например. Все полагали, что это нормально, но только до тех пор, пока Рейган не стал президентом. Рейган участвует в президентских выборах несколько раз. То время социальных волнений, массовых поступлений против войны во Вьетнаме, расовой сегрегации, растущей безработицы, инфляции, активизации движения в защиту окружающей среды, растущей преступности. В очередной раз, в 80-м, он бросает вызов действующему президенту Джимми Картеру. Во время кризиса правительство не решение. Правительство – это и есть проблема, скажет Рейган, победивший Картера в день вступления в должность президента. Он становится старейшим по возрасту американским президентом. Распорядок дня в Белом доме при Рональде Рейгане меняется разительно. Когда ему докладывают, что советник по безопасности будет приходить каждое утро в 7.30 утра, он восклицает «бедный парень, как же долго ему придется меня ждать». Правила меняют. Будильник в Белом доме заводят на 8 утра, президенту подают газеты в постель, но читать он их начинает не с передовицы, а с того разворота, где анекдоты и кроссворды. О том, как он относился к своим президентским обязанностям, лучше всего говорит цитата из его дневника. «От тяжелой работы еще никто не умирал, но зачем рисковать?» Шутки Рональда Рейгана по поводу ядерной атаки, которая начнется через несколько минут, самокритичные о своем преклонном возрасте – это скорее черный юмор, чем тонкая ирония. Президент охотно высмеивает идеологических противников, рассказывая одни и те же анекдоты и дважды, и трижды. Я эту шутку не рассказывал Горбачеву. В Советском Союзе только одна из семи семей имеет персональный автомобиль. Это длинный процесс приобретения автомобиля. И вот мужчина вносит, наконец, деньги. Ему отвечают – приходите получать автомобиль через 10 лет. Он спрашивает – а утром или вечером? В ответ звучит – так какая разница, через 10 лет? Он поясняет – так водопроводчик утром приходит. Едва став президентом, через два месяца Рейган переживает покушение. На выходе из гостиницы «Хилтон» в Вашингтоне, где он только что произнес речь, в него стреляют. Джун Хинкли за три секунды успевает выстрелить шесть раз. Вот эти кадры, сопровождающие Рейгана на земле. Полминуты царит паника. Рейган сам откроет дверь в приемные покои больницы и тут же упадет. Он ранен в легкое. Это рикошет от бронированного стекла. Я к нему приехал в госпиталь, когда шла операция. И знаете, какие были его первые слова? Как я потом напишу в книге, после того, как его привезли в палату, к нему первой пустили маму. Потом он увидел меня, схватил ручку и написал большими буквами – «Я не могу дышать». Моя мать была в истерике, медики не знали, что делать. Но я посмотрел на мониторы, подключенных к отцу приборов, и понял, что он в порядке. У него были специальные трубки для дыхания, и за него дышала машина. Я к нему подошел и начал ему объяснять. «Все хорошо. Это то же самое, что дышать через регулятор акваланга». Почему я тогда так сказал? «Ни он, ни я никогда не ныряли с аквалангом». Но это его успокоило. Деталь. На больничной койке Рональд Рейган пишет письмо Леониду Брежневу. От руки. Цитата. «Господин президент, неужели нам, нашим народам, которые представляем вы и я, не следует заняться устранением препятствий, мешающих осуществлению самых сокровенных устремлений? Этот слог не понравится представителям Государственного департамента, которые, увидев этот рукописный вариант, будут отговаривать президента отправлять его в Москву. Но он настоит. И из Вашингтона отправят два письма. Одно из госдепа, официальное, второе – это. Рейган пишет ему письмо, где он ему объясняет, что с точки зрения Рейгана, какие бы ни были разногласия серьезные между Соединенными Штатами и Советским Союзом, обе державы заинтересованы в мире. Обе державы заинтересованы в том, чтобы их не втравливали в искусственные конфликты. И что им очень важно найти общий язык. Нет, это не было предложение Союза, братской дружбы. Но это была попытка заверить Брежнева, что, несмотря на все публичные враждебные заявления Рейгана, он понимает необходимость работать вместе с Советским Союзом в интересах поддержания международной стабильности. Продолжение следует...